Скорость химической реакции Реакция между уксусом и содой протекает моментально у нас на глазах. Обычная железная скрепка растворяется в соляной кислоте примерно за 20 минут. Процесс образования ржавчины на железном изделии протекает в течение нескольких лет. Эти примеры наталкивают на мысль о том, что химические реакции протекают с разной скоростью. Рассмотрим условную реакцию. А плюс Б равно С плюс Д. Химические количества исходных веществ А и Б с течением времени уменьшаются, а химические количества продуктов реакции С и Д наоборот увеличиваются. Чем быстрее происходит процесс изменения концентрации веществ, тем больше скорость химической реакции. Для того, чтобы определить скорость химической реакции, нужно знать изменение химического количества одного из веществ, которое произошло за определенный промежуток времени, и объем сосуда, в котором протекает данная реакция. Если записать соотношение этих величин в виде дроби, Δn поделить на объем, умноженный на Δt, то получим математическое выражение скорости химической реакции в указанном промежутке времени. Известно, что отношение химического количества вещества к объему смеси выражает малярную концентрацию этого вещества. Тогда, если заменить Δn, деленное на объем, малярной концентрацией, получается выражение скорость химической реакции равна плюс-минус отношению Δc к Δt. Из чего следует определение? Скорость химической реакции – это величина, которая равна отношению изменения малярной концентрации вещества к интервалу времени, в течение которого произошло данное изменение. В связи с тем, что концентрация исходных веществ с течением времени уменьшается, а это значит, что изменение малярной концентрации будет иметь отрицательное значение, в формуле нахождения скорости реакции ставится плюс-минус, ввиду того, что скорость химической реакции – величина исключительно положительная. Измеряется скорость химической реакции чаще всего в моль на литр умножить на секунду. Это определение скорости химической реакции и формула справедливы только для гомогенных реакций. Гомогенные реакции – это реакции, протекающие в однородной среде, то есть там, где нет поверхности раздела реагирующих веществ. Соответственно, гетерогенные реакции – это реакции, протекающие между веществами в неоднородной среде, то есть там, где есть поверхность раздела реагирующих веществ. С ходом реакции ее скорость постепенно уменьшается, и через определенный промежуток времени она заканчивается. Раздел химии, который посвящен изучению скорости химических реакций, называется химической кинетикой. Знание законов химической кинетики позволяет управлять химическими реакциями, что имеет большое практическое и научное значение. На скорость химических реакций оказывают влияние определенные факторы. Природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, использование катализаторов, площадь поверхности соприкосновения реагентов. Рассмотрим каждый из них. Первое. Каждое вещество обладает своими химическими свойствами и реакционной способностью, что напрямую зависит от его природы. Например, при взаимодействии с равными объемами соляной кислоты, одинаковой массой, кусков цинка, железа и меди, мы увидим, что с цинком реакция протекает очень быстро и очень бурно, с железом реакция протекает спокойнее и медленнее, чем в случае с цинком, а с медью реакция и вовсе не идет. Второе. Скорость химических реакций сильно зависит от температуры. С увеличением температуры скорость химических реакций увеличивается. Например, при комнатной температуре свинец взаимодействует с серной кислотой очень медленно. Но если раствор кислоты подогреть, то будет наблюдаться явное усиление выделения газа, то есть увеличение скорости протекания реакции. Количественная зависимость скорости реакции от температуры была установлена голландским ученым Вандгофом в 1884 году. Им было сформулировано правило, названное в его честь, согласно которому при изменении температуры, повышении либо понижении, на каждые 10 градусов Цельсия скорость реакции соответственно изменяется, увеличивается или уменьшается в 2-4 раза. Математическое выражение этого правила описывается формулой. Отношение скорости реакции при более высокой температуре Т2 к скорости реакции при более низкой температуре Т1 равно температурному коэффициенту скорости реакции гамма в степени разность температур, деленная на 10. Гамма – температурный коэффициент, который показывает, во сколько раз увеличится скорость реакции с повышением температуры на 10 градусов Цельсия. Уравнение Вандгофа используют только для ориентировочной оценки влияния температуры на скорость реакции, так как оно показывает лишь приблизительные значения. 3. Чем выше малярные концентрации реагирующих веществ в реакционной смеси, тем больше частиц содержится в ней, и тем чаще эти частицы будут сталкиваться друг с другом, что в свою очередь будет приводить к увеличению скорости реакции. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ описана основным законом химической кинетики – закон действующих масс, который был сформулирован норвежскими учеными Гульдбергом и Вааге в 1867 году. Закон звучит следующим образом. Скорость химической реакции прямо пропорциональна произведению концентрации реагирующих веществ, взятых в степенях, равных их коэффициентам. Для простой одностадийной реакции типа математическое выражение закона действующих масс выглядит так. Скорость химической реакции равна константа скорости химической реакции, равная скорости химической реакции при концентрации реагирующих веществ 1 моль на литр умножить на малярную концентрацию вещества А в степени А малая умножить на малярную концентрацию вещества В в степени В малая. Закон действующих масс справедлив только для наиболее простых по своему механизму взаимодействий, протекающих в газах или в разбавленных растворах, и не распространяется на вещества в твердом состоянии, что связано с тем, что концентрация твердых веществ считается постоянной, так как взаимодействие возможно только на поверхности. Четвертое. Увеличить скорость химической реакции можно с помощью катализатора. Например, реакция разложения перекиси водорода при нагревании протекает очень медленно. Но если в перекись добавить оксид марганца четвертой валентности, то можно будет наблюдать бурное выделение пузырьков кислорода. Катализатор – вещество, которое увеличивает скорость химической реакции, но само при этом не расходуется и в конечные продукты не входит. Процесс изменения скорости химической реакции добавлением катализатора называется катализом, а сами реакции – каталитическими. Биологические катализаторы белковой природы называются ферментами. Ферменты ускоряют процессы, идущие в живых организмах. Например, лактаза – фермент, который помогает усвоению молока в организме. Птиолин – фермент, присутствующий в слюне, помогает расщеплению полисахаридов до моносахаридов и т.д. Особенностью ферментов является то, что они действуют только в определенном интервале температур и определенной среде, что связано с их белковым происхождением. Кроме катализаторов существуют ингибиторы, которые служат для уменьшения скорости реакции. Их значение не менее важно. Например, с помощью ингибиторов замедляют процесс коррозии металлов. Ингибиторами выступают лекарственные средства, замедляющие процесс развития болезней, опухолей. 5. На скорость протекания гетерогенных реакций большое влияние оказывает величина площади соприкосновения реагирующих веществ. Чем больше площадь поверхности соприкосновения исходных веществ, тем больше частиц веществ сталкиваются друг с другом, тем выше скорость их взаимодействия, т.е. скорость реакции. Разберем на примере. Если взять две пробирки с равными объемами соляной кислоты и в одну бросить кусочек мела, а во вторую измельченный в порошок мел, то видим, что в случае порошка реакция идет намного активнее, т.е. скорость реакции в данном случае выше. Зная это, для проведения гетерогенных реакций с участием твердых веществ их чаще всего предварительно измельчают для увеличения скорости реакции.